спасибо что вы согласились на это интервью нашли время хотела бы начать с вас вот как я знаю вы уже больше 10 лет работаете на производстве именно на заводе к спи битум год как стали начальником лаборатории центральной до центральной заводской лаборатории вот расскажите пожалуйста как начинался этот путь и как вы пришли к этой профессии и отрасли но самой профессии это наверное было заложено когда я уже закончила школу я поступила в техникум техника у нас как раз был имел направлении по переработке нефти и газа вот тогда это все и заложилось ну потом так получилось что 11 лет назад я устроилась на работу в к спи битум на должность лаборанта 5 разряда на тот момент а я была лаборантом 5 разряда и лет через пять да мне повысили на должность инженера лаборанта центральной заводской лаборатории и в этой должности я также лет пять проработала и только вот в прошлом году в конце прошлого года когда наш начальник центральной заводской лаборатории карипаева и нажима жановна перевелась на другую работу мне предложили занять должность начальника центральной заводской лаборатории честно говоря для меня это был очень трудный выбор я долго думала все-таки это было ответственность соответственность даже наверное боязнь того что вдруг я не справлюсь даже 10 лет моей работы это была работа лаборантом и инженером а я понимаю что ответственность начальника руководителя подразделения это совсем другая ответственность и вот вот это вот ответственность меня конечно немного пугала но я думала что все таки я справлюсь и приняла решение и надеюсь что мое руководство удовлетворено работой моей работой на должности начальника и как прошел этот год год очень прошел тяжело но очень интересно я узнала очень многое я поняла что все таки я могу больше скорее всего да я удовлетворена удовлетворена результатами своей работы все таки я поняла что я могу этого достичь у меня очень хороший персонал который очень всегда меня поддерживал у меня хорошее руководство которое тоже поддерживало меня вот так что я считаю что принципе я рада что на тот момент я согласилась начальником не пожалели я не пожалела об этом сначала было тяжело но сейчас я думаю что все таки все зависит не только от тебя но от твоего персонала который не поддерживать и от руководства давайте теперь поговорим о лаборатории вообще какую роль играет заводская лаборатория в деятельности всего предприятия но если по центральной заводской лаборатории да лаборатория осуществляет контроль качество выпускаемой продукции контроль входной контроль сырья и ведет аналитический контроль технологического процесса полностью всего технологического процесса то есть вы проверяете до каждый день соответствует ли качество продукции да 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 каждая партия битума обязательно проходит у нас контроль теперь хочется спросить вообще что вас увлекает в этой работе что вам нравится больше всего и от чего получаете удовольствие увлекает в нашей работе наверное то что это то что мы осуществляем контроль выпускаемого качества битума на его основе выписываем паспорт качества виден весь конечный труд всего производственного персонала производственного персонала который задействован на выпуске дорожного битума то есть весь производственный персонал он проходит долгий путь от приемки сырья до выпуска дорожного битума и мы как бы подытоживаем весь этот результат выписывал паспорт качества показав что наш битум битум каспий битума очень высокого качества и наш паспорт качества показывает что все показатели находятся на высоком уровне то есть видите результаты да самое интересное увлекательное это вот скорее всего то то что мы подытоживаем работу всего производственного персонала возможно трудности громко сказано да скорее всего трудности но это каждый день каждый день мы работаем сказать что особо но физических конечно у нас трудности нету но есть все таки я считаю как у руководителя это ответственность за жизнь своих работников это безопасный труд наш всего персонала центральной заводской лаборатории считаю что это не сколько трудности это большая ответственность каждого руководителя именно безопасность твоих работников чтобы они живыми здоровыми вернулись к своим семьям а тем более учитывая то что в лаборатории почти что 90 процентов это работники женского пола да 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 кстати если за мамой че-то жены дочери поэтому здоровье наших работник это прежде всего и считаю что это скорее всего вот это вот ответственность за их жизнь и их здоровье это самое наверное считается наверное нетрудным даже я не знаю как это назвать это нетрудность это просто вот на слово не подберу но это ответственность ответственность за больше 10 а как проходит ваш рабочий день начальника заводской лаборатории ну каждый день у нас начинается с небольшой планерки где я выслушиваю уходящую ночную смену и ставлю задачи уже дневной пришедший смену работникам каждый день одинаково да примерно по руке каждый день одинаково практически не проходит у нас каждый день новые задачи да вот это скорее всего вот когда я говорила в начале да что я сначала боялась ответственности то что у руководства нет одинаковых дней как говорят день сурка нет у нас таких дней сурков у нас каждый день новые задачи какие-то новые проблемы которые мы решаем мы бывает что и каждый день хорошей новости поэтому друг на друга подходя так похожи к ней практически не бывает рутинно к ней скажите пожалуйста если бы у вас была возможность еще раз выбрать эту профессию например вы выбрали бы как вы считаете вы ошиблись не ошиблись выбором профессии нет вот да вот скорее всего я не ошиблась вот сейчас вот сколько мне уже лет я так поняла да что выбором профессии не ошиблась да я рада что я выбрал эту профессию потому что выбрала я ее еще закончив только-только в школу когда уже пошла учиться в техникум который имел направление по переработке нефти и газа и вот это вот дало вот мне наверное скорее всего было стартом и я считаю что я бы скорее всего ай другую специальность выбирать не стала бы читая что я в этой специальности ну достигла хороших результатов поэтому другого выбора не честно говоря не вижу а какой совет дали бы молодым специалистам которые только вот начинают этот путь ну молодым специалистам хочу сказать что у них сейчас очень много перспектив перспектив которых не было у нас интернет сейчас очень сильно развит потом мы же приходя когда к нам приходят на работу мы стараемся дать им очень много информации то есть они должны впитывать опыт более старшего поколения и и этот опыт должен налагаться наверно ту информацию которую нет сейчас возможность получить который дает им институты и зарубежный опыт вот это все дает им перспективу наверное развития наверное и в личном и профессиональной части насколько поставлена вот наставническая деятельность например возможно в вашей лаборатории ну знаете что я хочу сказать на личном опыте да у меня был очень прекрасный наставник степанова тамара григорьевна начальник нашей лаборатории вот вот ее опыт ее видение как должна быть работа поставлена лаборатории она вот сейчас продолжать у нас в лаборатории также она делилась всем тем 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 опытом которые которым владела и считаю это правильно потому что нельзя наверно как сказать жадничать нам нужно передавать свой опыт во первых это благодарный труд потому что я вот вот как считаю я очень благодарна своему начальнику то что она передала свой опыт и и в нашей лаборатории есть работники которых стаж работы более 20 лет и их опыт позволяет молодым нашим специалистам которые только-только заканчивают институты до быстрее пойти в колею быстрее стать профессионалами считаю что нельзя да вот так вот свой труд свой опыт и не знаю как говорят вот закапывать землю да чем больше ты передаешь мне кажется тем более сплоченную тебя коллектив более профессиональные поэтому дал мне работники в этом плане передаю дал рада дарова делится мы всеми знаниями чем больше я разговариваю заводчанами или его царистами в этой сфере все говорят о своих учителях то есть у всех был кто-то кто их научил всему то есть они это ценят очень да вот я надеюсь что наши молодые специалисты тоже так будет высказываться она сама их работниках которых большим стажем будет ну ну может лет через пять-десять благодарны также говорить что да вот я только устроилась на работу и на моем начальной производственном пути встретился вот такой-то такой-то человек вот я считаю это самое главное наверное оценка твоей деятельности когда кто-то говорит что вот благодаря вам я начал свою производственную деятельность и достиг того-то того-то высшая награда да вот это вот наверное самая большая награда твои работы вот сколько лет ты работаешь вот я считаю что тамара григорьевна наверное приятно это слышать то что мы ей благодарны за то что на самом деле ее опыт даже не сколько даже по производству а как строить работу и сказать что вот каждый день вот говорит ой вы должны работать вот так-то 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 анализ должен идти так-то так-то это все шло как-то незаметно или мы брали просто с нее пример наверно может поэтому и накладывать да и накладывается друг на друга и полы получается что лаборатория обстановка доброжелательная то что любой молодой специалист может подойти к старшему по опытному и старшему лаборанту и спросить и тут уже ну поделиться своим опытом а давайте поговорим теперь не о работе а как вы проводите свободное время от работы может есть какие-то увлечения семье посвящаете ну понятно что женщины на заводе они специалисты но вне работы на все мы мамы да все мы жены и и елена мангастаусской это это мангастаус клопы с даром скинем нет ну конечно это семейная жизнь получается держать баланс очень тяжело конечно потому что работа ответственная баланс приходится держать зацикливаться только на работе я считаю это неправильно потом у нас смотрите на самом заводе очень активная идет работа не только по производству а именно что и по культурной спортивной жизни в данный момент у нас идет до активные игры идут в котором участвует весь персонал завода да мы разбиваемся на команды у нас разновидность много разновидности спорта поэтому считаю что но после работы и и в нерабочее время тоже и досуг на работе тоже получается у меня у нас очень активно проводится все мероприятия и встреча на орызе и новый год вот сейчас спортивной игре я сказала так что скучать на мне приходится в период на спасибо вам огромное за то что поделились опытом рассказали о себе желаю вам всего хорошего и много-много хороших побед и отличной работы каждый спасибо большое до свидания отнюдь а Субтитры создавал DimaTorzok